доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале очередной торговой недели после выходных мы с вами заступаем на очередную 5-дневную смену следим за фундаментальным фоном за статистикой и за новостями все это нам необходимо в качестве поддержки для отработки именно фундаментального анализа потому что очевидно что новости и курсы монетарных политик отдельных регуляторов и соответственно стран которые за ними стоят определяют долгосрочные ориентиры для всех финансовых активов вот как раз на эти долгосрочные позиции мы с вами и ориентируемся иногда проводим и каткосочные сделки если есть для этого тоже своего рода фундаментальное топливо которое мы стараемся использоваться друзья по прошествии еще одной недели я лишь могу повторить отметить что мы по-прежнему ну я уж точно рассматриваю ту же самую европейскую валюту только с точки зрения продаж потому что по истечению еще одной неделе я убедился через за еще ряд фундаментальных статистических показателей что еврозона это регион который переживает серьезные экономические проблемы они становятся все более явными все более очевидными и это а следствие мне отголоски общего тренда замедления экономического роста в том числе из-за конфликта который все еще актуален между а сша и китаем по прошествии недели я по-прежнему уверен что фунт будет сохранять медвежьи собственно ориентиры потому что фунт остается во власти политической неопределенности к сожалению вот миновала еще одна пятидневка можно сказать полноценная семидневная торговая неделя никакой конкретики потому удастся ли все таки терезе мы выбить мягкий сценарий брекзита у нас нет поэтому ориентируемся на прошлые а прогнозы ожидания того что все пойдет по сценарию номер два это плохой сценарий так называемый жесткий брекзит я много раз о нем говорил каким последствиям он может привести да это пока что лишь оценочная характеристика этого а сценарий потому что нет у нас опыта и прецедентов за которые мы могли бы в истории зацепиться чтобы спрогнозировать спроектировать сценарий того как будет дальше на английском регионе но мы с вами люди мыслящие можем понять что ничего хорошего для англии в связи со сценарием жесткого брэкзита нет а будет я продолжаю настаивать на то что доллар лучше рассматривать также с точки зрения слабости особенно опять же в динамике схеме потому что американскую статистику и все что происходит в американской экономике мы традиционно отрабатываем через этот дуэт активов как вы знаете сейчас снова актуальные разговоры о втором этапе что лишь шатдауна который вот грядет и я думаю что может быть в конце концов действительно мы о нем через какое-то время продолжим говорить потому что раньше как вы помните временное решение было вернуть к работе госучреждения в надежде на то что республиканцы и демократы смогут договориться по строительству стены на границе с мексикой однако вот миновало практически три недели а воз и ныне там разногласия довольно очевидные средства бюджетные не выделяются на потребные объемы которые были обозначены там чуть ли не в районе пяти миллиардов долларов ну и на рынке сохраняется риск того что все-таки ситуация как экономическая так можно сказать и политическая это факторы которые напрямую будут влиять еще и с оценки оценочными рисками слабости мировой экономики на риторику федрезерва которое я уверен для всех нас уже довольно понятно друзья я думаю что макроэкономическая картина должна очень сильно улучшится в ближайшие месяцы чтобы мы снова вернулись с вами к разговорам как вы помните свойственным и характерным нам 2018 году когда мы верили в агрессивный темп ужесточение политики и не сомневались том что американский регулятор будет действовать и только через рост повышение ставок а федерального фондирования мы на укрепление долларов ставили раньше друзья сейчас это немного уже не немного это уже в прошлом и сейчас больше на мой взгляд приветствуется позиция для рынка в которой предполагает его ослабление текущая неделя интересная безусловно на события по хронологии отчет у нас конечно же самые стоящие релизы будут публиковаться позже на этой неделе сегодня я предлагаю обратить внимание там на темп экономического роста англии ввп в 12.30 по московскому времени будет опубликована эта статистика на прошлой неделе я вам говорил друзья то что раз у нас а есть с вами доказательства того что британская экономика по темпам экономического роста замедляется спад продолжается у нас подтверждали это отчеты по активности в производственном секторе в строительстве и в сфере услуга напоминаю что сферу услуга оказалось чуть ли не самое по активности об этом секторе статистика оказалась худший за последние два с половиной года и это нужно было где-то отложить именно подкорки потому что это очень серьезный сигнал того что на фоне сохраняющейся политической неопределенности которая приводит к замедлению активности потребителей я вам рассказывал то что поставщики услуг действительно подтвердили что домохозяйство отказываются сейчас делать большие траты из-за абсолютно подвешенных неясных и туманных перспективы великобритании это оправданная абсолютно правданная логика очень сильно опросили все указанные сектора поэтому не нужно питать каких-то необоснованных иллюзий о том что темпы экономического роста могут на фоне слабых релизов казаться неплохими я считаю что нас сегодня ждет очень плохая цифра по экономическому восстановлению и разумно рассчитывать на то что на фонда будет оказано давление не только из-за того что происходит в плане неясности по бризиту ну и исходя еще и слабой статистической картины которая остается а таковой завтра друзья нас ожидает выступление джерома паула а с некоторых пор мы признали что возможно джером паул действительно испугался критики трампа его жесткой позиции которая абсолютно не двусмысленно и не многозначно однозначно указывала на то что джером паула абсолютно не прав проводимой политики с учетом твоей политики внешней который проводится трампом потому что трамп защищает национальных производителей а при этом позиция федрезерва который хотел вроде бы как продолжить повышать ставки 2019 году напротив создает условия для крепкого доллара и в этом возник вполне оправданных диссонансов взглядах друзья что привело к тому что на федрезерв было вылито очень много грязи критика была довольно очевидно какое-то время джером паул еще сопротивлялся ну вот с начала 2019 года завуалировав свои страхи перед трампом опасениями за снижение темпов экономического роста все-таки действительно решил придержать лошадей и снизить градуса вот этой агрессивности роста процентных ставок поэтому политика для федрезерва теперь будет мягкой и если скажем по истечению торгового перемирия между сша и китаем в принципе остается практически 200 на большом неделе когда это перемирие действует если друзья будет подписано все-таки двусторонние торговые соглашения преодолены все торговые разногласия том допускаю что настроение на рынке изменится и может быть уже в марте друзья я попробую если сша и китай договорятся это основное условие попробую снова взглянуть иначе по-другому на доллар и при таком развитии событий конечно же будет нужно снова рассмотреть возможности перспективы доллара с точки зрения роста но это будет только в том случае если китай и сша найдут общий знаменатель если по истечению собственно февраля мы вернемся к торговой войне еще прошлого года то конечно же на долларе можно будет ставить окончательно креста и ориентироваться только на то что доллар будет слабее вдоль всего а широкого рынка завтра мы поступаем вы послушаем наступление паула уверен то что риторика будет мягкой ориентируемся на слабый доллар в связи с этим среду друзья выйдут данные по индексу потребительских цен сша в четверг отчет по ограниченным продаж статистики по штатам будет хватать на этой неделе мы за нее как раз и попробуем зацепиться все-таки нас еще интересует и действительно в целом состояние американской экономики на фоне глобальных рисков которые я уже не раз вам озвучивал в четверг а темпы экономического роста еврозоны тоже исходя из последней слабости активности в различных секторах провальных показателях инфляции и розничных продаж я уверен то что темпы экономического роста укажет на то что он экономика еврозоны продолжит замедляться снижаться выводы какие нужно будет сделать из этого я думаю что вам не нужно напоминаю друзья то что это напрямую повлияет на позицию европейского центрального банка и евро то сейчас не просто так снижается евро снижается потому что знает что как только придет время очередного выступления драги на пресс-конференции постфактум решение процентных ставках драги будет оперировать большим количеством слабых макроэкономических данных и снова отметить что перспектива повышения процентной ставки раньше может быть и допускалась к осени 2019 года сейчас ситуация меняется поэтому в лучшем случае это конец 19 года но это изначально нужно понимать что осторожный комментарий драги потому что он не может сразу сказать друзья вам что ставки будут повышены только в 2020 году потому что это может стать причиной роста волатильности и панических настроений поэтому будет использован осторожный комментарий о том что возможно ставки и повысится до конца этого года абсолютно неопределенная перспектива которая фактически можно поставить знак равно после нее говорить о том что это ожидание которые должны ехать по изменению процентных ставок уже на 2020 год поэтому сейчас резюмируем все что я сказал друзья по нефтянку нас продолжается консолидация в районе 60 62 я еще в пятницу вам рассказывал что очевидно рынок не зарядился никаким не фундаментальным позитивом не негативом накопленным из локальных новостных факторов сколько мы приводили пытались собственно оправдать эту или иную динамику нефти исходя из планов опек расширить партнерство там еще объединившись с 10 странами вне ближневосточного картеля мы следили за статистикой в штатах за венесуэльским кризисом за статистика опек по нефтедобычу в прошлом месяце за долларом друзья за ходом переговоров между сша и китаем и в каждом из этих новостных поводов мы пытались найти то что можно было бы использовать чтобы поставить но в контексте нашего сценария на рост нефтянки однако в целом этого роста не последовало так же как и не последовало и снижение рынок заморожены это немного подбешивать потому что мы привык привыкли к хорошей динамике нефти и сейчас нету ну видимо друзья действительно рынок сейчас ждет именно завершение февраля и того что будет дальше в отношениях между сша и китая давайте друзья тоже ждать это фактически гадание на кофейном гуще мы сейчас не можем точно спрогнозировать все-таки договорятся либо не договорятся но до этих пор напомню еще у нас есть 200 небольших неделей я предлагаю по прежнему не отказываться от длинных позиций потому что локальных факторов поддерживающих все-таки сейчас на рынке больше мы еще вернемся к перспективам слабости мировой экономики если у нас будут причины для этого после того как пройдет период действия торгового перемирия между сша и китаем евро доллар 1 13 17 друзья мы каждый день констатируем нахождение евро на более низких ценовых позициях пятницу вышли данные по промышленному сектору ряда европейских стран особенно хочу отметить италию промпроизводством когда выражение снизилось на пять с половиной процентов вам понятно что на фоне таких данных удивительно что италия находится в экономической рецессии то же самое ждет германию в целом возможно и евросоюза тоже германия на прошлой неделе буквально в пятницу комментировала ситуацию по брэкзиту отметив что полностью готова к сценарию жесткого на выход англии состава европейского союза это еще один друзья тревожный сигнал того что все таки этот сценарий очень близок своей реализации для евро это тоже лишь еще один катализатор для снижения ни в коем случае не для роста поэтому против европейского валюта на мой взгляд сейчас действует куда больше факторов чем его пользу ждем евро ниже текущих значений даже несмотря на то что казалось бы евро уже перепроданы не может быть имеет смысл его купить если вы готовы рискнуть в забеге скажем на краткосрочную дистанцию попробуйте купить евро может быть это не лишь если не хотите мыкаться ждем евро ниже отметки 1 12 что касается британца просим доллара 129 28 сейчас мы немного выросли хотя если мы вспомним то что по брейзиту мы не продвинулись карни допустил возможность даже снижение процентной ставки сегодня нас ожидает очень слабый отсчет по темпам экономического роста и думаю что мы очень быстро вернемся к прежним значениям в районе там ниже отметки 129 цель как вы помните у нас с 1 28 мы почти достигли я предлагаю по фунту сделку сел лимит с отметки 1 2970 доллар иена приближаемся мы снова к сопротивлению 110 поскольку велик риск очередного шатдауна поскольку велик риск того что завтра джером пау будет говорить о мягкой экономической политике я предлагаю тоже использовать возможность небольшого роста доллара чтобы его в очередной раз выгодно продать поэтому сел лимит ставим на отметке 110 10 110 20 в этом диапазоне против доллара выступает также и рост доходности американских облигаций трежер и сейчас действительно находится на отметке 263 процента доллар канадец я думаю что комментарии излишне и в очередной раз запутал он всех и в итоге совершенно не та динамика которая в принципе должна была быть логично оправдана для него мы получили в целом отчет слабый я думаю что можно так говорить уровень безработицы вырос с 5 и 6 до 5 и 8 процентов в моменте канадец отреагировал на это ростом и вот только сейчас основа собственно слабеет против доллара хотя нефть у нас в целом остается в узком диапазоне ничего с нефтянка не происходит видимо канадец решил что теперь ему пора снова поработать со статистикой но не совсем правильная реакция опять же в пятницу еще раз повторяюсь друзья давайте держаться подальше от канадца который явно сам запутался в том что для него в плане ориентиров является лучшим сейчас сына у австралийца мы как и раньше ждем собственно в районе 070 070 59 локальный минимум сейчас в районе 071 даже чуть пониже все равно друзья у нас причины прежние довольно уверенные серьезные чего стоит только комментарии филиппа лова о том что ставки могут быть снижены я думаю что здесь этим австралийцы нужно ожидать в районе 070 новозеландец против доллара 067 58 сейчас котировки сразу сделку селлимит 068 10 завтра состоится решение будет публиковано решение по процентной ставки и пройдет пресс-конференция по опыту того что мы слышали от руководства резервного банка австралии уверен точно такая же риторика будет свойственно и для резервного банка новой зеландии поэтому по австралийцам и ранее отыграли уже хорошую слабость с этим сейчас у нас на опыте уже ожидание того что новозеландец также просядет друзья достигаем отметки 066 и смело фиксируемся этого будет более чем достаточно чтобы пока оставить в покое новозеландский доллар на этом собственно всем большое всем спасибо за внимание напоминаю что сегодня состоится вебинар правильный понедельник в 16.30 московском времени жду вас всех поговорим о еще раз событиях основных минувшей недели и о том где в плане недельных ожиданий перспективы ждать большинство финансовых инструментов на этой неделе рад друзья вас всех снова видеть начинается понедельник непростой мы снова следим за финансовыми рынками и снова пытаемся попасть вот в точку в оценке того что с инструментами должно произойти с учетом того фона который мы с вами анализируем спасибо за внимание всего доброго до свидания